ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! С вами инспектор Гаджет и Внутренний Голос! Привет! Гаджет, у меня есть один сюрприз. Спроси меня, какой? Какой? Вот такой! Ух ты! Круто! Чё это такое? Это наш приз зрителям Геймс ТВ. А-а-а! А что это? Навигатор. То есть кто-то получит навигатор за то, что ответит на какой-нибудь умный вопрос? Типа того. Круто! А какой вопрос? Какие преимущества дает... Так, стоп, рано еще. Ты ж мод, конечно. Ладно, я поведаю вам о жести, которая может произойти очень скоро. Фейл-хот-ьюс. Гении, которые придумали кириллические домены, столкнулись с проблемой. Чем заменить собаку в почте? Варианты, которые они предлагают, убивают своим великолепием. Например, заменить собаку на букву Б или на номер. Ну, то есть, например, почта папа.б.почта.рф. Это ж гениально! Голосок! Ну-ка давай обзоры, мой навигационный друг. Покетбук 302 Куки. Надо признать, что у модели Покетбук 302 есть шансы стать бомбой на рынке электронных книг. Хотя она не лишена и недостаток. Габариты с обычную книгу. Вполне стандартный для e-букеров размер. Экран сенсорный, но меньше, чем у среднестатистического ридера. 6 дюймов. Разрешение 800 на 600. Под экраном кнопка вызова меню. Есть и пара более привычных крупных кнопок для пролистывания страниц вперед-назад. Причем их две, по обеим сторонам экрана. Это огромный плюс. Емкость собственной памяти 1 гигабайт. Есть гнездо для флешкарт, а также Покетбук 302 Куки можно подключать к компьютеру по USB. Поддерживается 12 форматов электронных книг, в том числе FB2, PDF, DejaVue, RTF, HTML, DOC. Но главное, то, что позволяет назвать этот аппарат русским Kindle, это встроенные коммуникации. Есть модули Bluetooth и Wi-Fi. Аппарат легко подключается к беспроводным сетям. Причем возможно не только качать книги, как например с Amazon Kindle, но и лазить по сайтам. Аккумулятор модели 302 рассчитан аж на 2000 мАч, так что работать без подзарядки он сможет достаточно долго. Из недостатков следует отметить довольно-таки сомнительное качество пластика и сборки. Прожимается, поскрипывает и местами люфтит. Дизайн тоже не самое сильное место этой читалки. За 12 тысяч рублей с хвостиком можно рассчитывать на что-то более приличное. С технической точки зрения Pocketbook 302 Cookie очень интересная модель. Но ноутбук удобнее для веб-серфинга, а залить книжки через USB недолго. В общем, решайте сами, кому что важнее. Голос! А ты сам навигатором пользуешься? Нет, я по старинке картам доверяю. То есть ты такой не цифровой человек, да? Ну хорошо, а можешь хотя бы намекнуть, ну какой будет вопрос? Гаджет не могу, даже и не просить. А если умолять? Ну пожалуйста, Голосок, ну ради всего святого я буду очень-очень-очень-очень-очень-очень хорошим. Только пожалуйста, скажи вопрос. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, что это я делаю, а? По-моему, все правильно. Значит так, Голосок, я сейчас притворяюсь, что ничего не было, а ты рассказываешь про какой-нибудь девайс для отвода глаз. Эпсон и HTW 450 Легкий компактный проектор, толщина меньше 8 сантиметров, масса 2,3 килограмма. Зачем он такой нужен? А для всего подряд. Конструкторы называют Эпсон и HTW 450 игровым проектором, а значит он должен хорошо справляться с отображением динамичных, насыщенных эффектами сцен. Проверим. На задней панели располагается ниша, в которую упрятаны коммуникационные разъемы. Набор их не слишком обширен, но рядовым и домашним пользователям и не потребуется огромного разнообразия входов. Есть и VGA и HDMI, это главное. Обратим внимание на разъем USB. Непосредственно в него можно вставлять флешки, чтобы показывать затем с них картинки или видео без участия компьютера. Да-да, и видео, потому что у проектора имеется собственный встроенный динамик. Верхняя часть корпуса Эпсон и HTW 450 – черный глянцевый пластик с блестками. Жутко маркий, само собой, однако вряд ли владельцу проектора доведется часто пользоваться кнопками на самом устройстве. И HTW 450 рекламируется как самый яркий из всех домашних проекторов Эпсон. Яркость его лампы подсветки составляет 2500 ANSI Lumen, контрастность достигает 3000 к 1. Разумеется, проектор построен по привычной для устройств Эпсон технологии 3LCD. Так что с цветопередачей у него все в полном порядке. Проектор предусматривает самые необходимые опции калибровки – изменение размеров кадра, компенсацию трапециедальных искажений, фокусировку. Операции эти производятся вручную, однако при цене в районе 40 тысяч рублей трудно было бы ожидать иного. Зато проектор формирует картинку с разрешением вплоть до 720p. Этого для игры на широком экране вполне достаточно. СТГ! Самым тупым... Хотя... нет. Сам гаджет не тупой. А вот то, как он использован, реально очень странно. Робот Айфея в Японии ведет свадебные церемонии. Тут скорее нужно говорить о тупизме брачующихся. Между прочим, удовольствие это стоит 68 тысяч долларов. Да, кстати, японцы, если хотите, то за эти деньги я тоже могу быть роботом. Голос? Где навигатор? Со мной. Смотри, не потеряй. Не боись. Sony Ericsson Xperia X10 Очередной смартфон Sony Ericsson, который открывает новую линейку Communication Entertainment 2010, выглядит подозрительно знакомо. Разумеется, Xperia X10 с айфон не спутать. Сразу бросаются в глаза фирменные скошенные торцы, а также светлый кант, который идет по боковым граням смартфона. Кроме того, аппарат Sony Ericsson заметно крупнее. Его сенсорный TFT-дисплей с чудовищным разрешением 480 на 854 вытянулся аж на 4 дюйма по диагонали. Еще одно отличие от коллег по цеху – довольно-таки хлипкий на ощупь корпус. Для такого крупного и плоского устройства прочность очень важна. Вот с камерой у Xperia X10 все в порядке – 8,1 Мп и неплохая оптика. Кроме этого, не может не радовать программа Face Detection, которая позволяет определять до 5 лиц на каждом из снимков. Причем, если однажды поставить определенному лицу имя из адресной книги, на следующем снимке этот человек будет опознан автоматически. Внутри же скрывается мощный процессор на 1 ГГц Qualcomm Snapdragon QSD-8250, 1 ГБ встроенной памяти, модулей GPS, 3G и Wi-Fi. Но самое главное – это операционная система и сервисы. Xperia X10 работает под управлением Android Donut 1.6 и обеспечивает функционирование двух фирменных коммуникационно-мультимедийных продуктов Sony Ericsson – Timescape и Mediascape. В общем, X10 оставляет какое-то двоякое впечатление. С одной стороны – большой экран, мощная начинка, Android и цена в районе 22 тысяч рублей, с другой – хлипкость и глянец. Может лучше присмотреться к HTC? Оле-оле, пришло время разыграть Prestigio 4200. Сейчас выясним, сколько автолюбителей нас смотрят. Хотя, с другой стороны, навигатор можно использовать и для пеших прогулок. Итак, вопрос. Какие преимущества дает использование мощного 64-канального GPS-приемника в навигаторах Prestigio? Жду наиболее полных ответов. На этом все. С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!